Здравствуйте, а я вас видел, вы же знаменитый блогер-рыбак, правда? А можете показать, вот расскажите про того самого карася, а что было внутри у него? Приятно приехать, погулять. Я сейчас хочу мусор собрать тут за собой. Озеро городское. Называлось Лангер. Подлесик. Платвичка вам. Забирайте. Стрекоза он тут хочет. Стрекоза, понимаю. Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Александр. Сегодня я поеду в такой город Погретеновский. Попробую половить линя именно вечером. Взял минимум с собой снастей. Какая-то там прикормка у меня даже есть на линя. Флагмановская, насколько я помню, линь-карась. Покажу вам озеро прекрасное. Ну все, до встречи в Погретеновске на водоеме. Итак, друзья, что сегодня вы увидите в данном ролике. Ну, во-первых, мы проедем близ лежащих окрестностей города Погретеновского по поселкам. Вот в частности поселок Славянка. Я там часто, так сказать, не ездил, но вот решил свернуть и немножко, так сказать, был в определенном шоке, можно сказать. Дома в состоянии, так сказать, не очень хорошем. Где-то развалины есть, но тем не менее, это колоритные такие видеозаписи получились. Вот. По поводу рыбалки, что могу сказать. Кстати, поселок Славянка, там у нас тюрьма, она называется, знаменитая, в определенных кругах. Я там не был, честно скажу. Вот. Что, вот она, да, кстати, по-моему, это котель, которая отапливает тюрьму. Ну, непосредственно, вот мы сейчас ехали с вами в Багратионовск. В Багратионовск. И вот там все будет происходить, все действия, в сегодняшнем, в частности, моя рыбалка, которая была не такая хорошая, как я надеялся, что я там поймаю линя. Но рыбу я поймал, конечно. Тюрьму спасешевал, есть у меня уже репортаж небольшой о моем городе, городе детства. Познакомимся с прекрасной женщиной, которая меня концептировала на моем же водоеме, который я в детстве ловил, много ловил, часто ловил, разную рыбу ловил. Пойдем по красивым местам еще раз, я покажу, что они у нас существуют. И непосредственно вот исторические такие сегменты, которые можно посетить, приехать сейчас на данный момент. Здесь уже, насколько я понимаю, открылся туристический, так сказать, такой притягательный центр, куда можно приехать, ознакомиться с культурой старого города. Старый город, как я напомню, про Иси-Шивау. Просто город преображается, и туристам обязательно нужно посетить, поставить галочку в своем путевом листе. Давайте уже начнем рыбачить на озере Ланге. Ну, как в нашем простонародье его называют, городское озеро. Итак, друзья, прибыл я в Багратионовской. Благо, здесь хорошая стоянка есть. Относительно недавно здесь, конечно, большие изменения произошли. Город, так сказать, преображается, облагораживается, красиво становится, приятно. Здесь, посмотрите, какие прекрасные тут дорожки, дорожки, скамейки, места, где можно вечером посидеть, пообщаться с друзьями. Вечером здесь фонари светятся, красиво, все подстрижено, посмотрите, елочки посажены. Озеро, прекраснейшее озеро. Озеро городское, вот на этом озере. В свое время добывали утрицу, она сейчас есть без зубка, так называемая. Из нее пуговицы делают перламутровые. Вот, друзья, что удивительно, что даже здесь есть слип, дорогие друзья. Слип, ну, смотри, он зарастает, может быть, не так пользуется он спросом, но, тем не менее, он есть. То есть, это неплохо, это уважение к людям, которые занимаются рыбалкой или просто водным спортом каким-то. Вы давно сидите? Давно. Можно пора спрашивать у вас хоть? Да, конечно. У меня вопрос, я с Зеленоградской приехал. Расскажите хоть в краем линя, я так понимаю, вы ждете. Нет, я плату ловлю. А, плату я ловлю. А, линь как с вами? Линь ловит, мужики линя. Утром, наверное, да? Утром, да, утром, вечером. А я в нем хожу, барсику своему. А, то есть, у вас не попадался, да, линь? В этом году нет, а вообще попадались. В прошлом году, в этом году совсем класс. Размер? Ну, такие были. Килограмм, да? А как вылаживать? У вас, смотрю, снасть глухая, да? Бескатушащая, да. И удается остановить его, да? Берет, зараза. Ловлю на хлеб. Когда клюет плотва. Ну, хватает, бывает. Подвесиков, правда, ловила. На, хорошо, вот. В этом году. В этом году, да? Да, вот здесь прямо ловила. Подкормлю. Берет. А сейчас вот что-то недели, две вообще не берет. Глубина подскажите какая. Глубина от 1. Ну, я понял. Сейчас, ну, метр 2-3 здесь. Ну, вы далеко будете? Не, у меня пятерочка тоже, я глухой. У меня одна семерка удочка, две пятерочки я взял. Ну, вот смотрите. А, ну, то есть мелко, да, в целом? Да, ну, чуть побольше на линии, конечно. Ага. Конечно же, обязательно подготовка в будущей рыбе, которая, возможно, попадется. Вид у меня прекрасный на улицу Первомайскую. Улица детства. Много, 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 что там было, так сказать, сердцу моему, услада. Прекрасные места, прекрасное озеро, прекрасное впечатление. Приехал больше цель, конечно же, не поимка рыбы, а вот погрузиться в определенные воспоминания, где все начиналось, где были первые мечты, где были первые рыбалки, опять же. Ну, вот, давайте, посмотрите, первая рыбка. Подлещик. Подлещик. А зачем, ну-ка? Ну, такой. Заберете? Давай, с ним. А чем? Нет, зачем? Прикормка у меня даже лень-карась. Ребята, мне из зеленоградского магазина подогнали проверить. Ну, к сожалению, в этот день лень не только ни на эту прикормку не реагировал, ни на другие мои насадки. К сожалению, так бывает. Но поклевки, посмотрите, пузырики, все было похоже, что это рыба. Вот в чем бы непосредственно конкурент рыбаков. Ну, вот на червячка в этот день получше, честно говоря, привала подлещики попадались. Вот вам. Патричка вам. Забирайте. Ага. С 1 все, да? Угу. Какая красота, тишина, сказка. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Балин ушел. Давай-давай, давай-давай-давай-давай-давай. Ну. подлещик маленький червячок работает стрекозы до вас как зовут людмила по отчеству мило анатолий меня слушайте ну я в детстве здесь доловил машетика шить их знаете что такое ну это ручейник они кстати и кстати здесь их полно ну было по крайней мере надо просто какую-то корягу находить и снимать из них они на это на на них в домиках сидят всего доброго мне нет я сейчас хочу мусор собрать тут за собой баночку заберете до баночки всего доброго ну традиционно за себя и за того брата вот такой дорогие друзья меня счет у меня сегодня получился родной город посмотрю призме воды все здорово все хорошо все замечательно красиво подпишитесь если не сложно поставьте лайк друзья все всем добра пока пока мира вам там водоем получается за травой и вот дальний лес тут это уже польша а можете показать вот расскажите про того самого карася а что было внутри у него здравствуйте это что такое видеокамера? это видео камера надо улыбаться? ну ну снимают ну так 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 и так Субтитры подогнал «Симон»